Капец, бля, круто! Я не могу! Теперь игра идет шустро, но если у вас проблемы с производительностью, зайдите в папку с игрой, запустите файл опции, найдите строку FPS равно 1 и измените цифру 1 на 0. У вас снизится частота кадров с 60 FPS до 30. Так же сделал я. В принципе игра выглядит нормально в 30 FPS, потому что стандартно она была в 30 FPS. Так пришлось сделать, чтобы записать игру. Итак, сегодня мы попробуем с вами поиграть в нее. Ну, в миссии проходить мы не будем, мы пойдем в обычные бои, посмотрим, каким первым шторм был 8 лет назад. Так, у нас мод селект, Ultimate Mission Mode. Здесь мы можем проходить сюжет и всякие дополнительные миссии. Это прикольный мод, я уже играл. Единственный минус, что в стиме обзоры на эту игру плохие немного, потому что разработчики не выпустили русский язык, хотя написано было, что русский язык будет и он доступен. Ну, я надеюсь, что все-таки будут еще впереди. Так, второй режим, что у нас получается? Свободный бой. И третьим, что у нас? Опции. Ну, давайте пойдем в свободный бой. Доступны у нас Наруто, Саски, Сакура, Рокли, Нейджи, Тентен, Шикамару, Чоджи, Ина, Киба, Шина и Хинато. Также у нас закрыто 3 слота с персонажами, в которые мы можем пройти, наверное, в кампании и открытиях в будущем. Ох ты! Костюмчики можно даже поменять, я даже не знал. Я хоть и играл уже, но я на это не обращал внимания. Так, давайте, раз это игра по Наруто, первым делом поиграем за Наруто, а потом, думаю, сразимся против Саски. Точнее, за Саски. Так, Фаерстайл, Свал Тернфайр. А, давай вот это и посмотрим. Я даже не знал, что тут можно дзюцу, короче, менять у поддержки. Так, давайте против Коу сражался Наруто, а он против Нейджи вроде сражался. Я не смотрел первый сезон, поэтому это хорошая возможность ознакомиться с этой игрой лично мне. И с сюжетом. Ну, давайте пойдем... У нас доступно... Сколько тут локаций, по сути? Семь штук, восемь, девять, или бы если я так посчитал. Ну, давайте пойдем на экзамен Чунина. Так, первый бой, команда семь против не знаю какой команды. Как видите, уже в начале показ идет какой-то перед началом боя. В четвертом шторме, в третьем, такого не было. Мы сразу начинали бой. О, и они даже разговаривают между собой. Прикольно. Мне уже нравится, если честно. Так, начинаем. Тихо, тихо. Повезло, он вызвал поддержку Нейджи, но... Мы что, получается, мы попали по нему. А что они нападают? Я думал, они будут делать атаку сдалека какую-нибудь. Тихо, тихо. Тут техники набираются. Мощность техник, имею ввиду. Что тут у нас? Сюрикен? Сански, давай. Тихо. Вот с подменами здесь сейчас какие-то проблемы. Подмены не сразу же активируются. На, Рукли. Ой, Рукли, Нейджи. Так, ты Мари. Ты Мари Тентен. Тихо, я хотел ультануть. Ультанем еще раз. И что это так было? В бомбу, что ли, попал? О, неплохо, конечно. Нейджи. Ладно. Еще, на. А, это заколебал он меня. Так, отразили кунае. О, подмены получилось сделать. Нейджи, спокойно. Ух ты, трещины в земле. Тихо, тихо. На. Ты че? Клон опускайся в его. А, наконец. Ух ты. Мы можем набирать силу дзюцу. Такого не было ни в одном шторме, кроме первого, естественно. Хотя, может, еще во втором подобное есть. Я ж не знаю. Второе как-нибудь тоже глянем обязательно. Я сразу же купил все. Ну, неплохо было, конечно. Так, давайте посмотрим пробуждение. Попробуем довести нашего персонажа до пробуждения. Если я не ошибаюсь, здесь у каждого персонажа по 30 полоски, это... По 3 полоски хп. Обычно в штормах по 2. Ой, Нейджи, зря я тебя атакую. Ну, Нейджи, бей давай меня, короче. Пробуждение хочу глянуть. Знаете... Блин. Не успел. Там можно было поддержку вызвать, чтобы она подхватила меня. А, либо поддержка была просто недоступна. Вот в чем дело. О, у нас доступно пробуждение. Что тут будет с пробуждением у нас? О-хо-хо! Режим вермиллиона, как вы написали в этом ультимате. Так. И тут дзюцу можно сделать. Что? Дзюцу можно. Тут 2 абсолютные техники, получается. По 2 у персонажа. Ничего себе. Блин, это круто. Блин, классная игра. Так, с Нортастом мы сразились. Давайте попробуем за Саски. Как бы таких 2 основных персонажей этого аниме. Так. А мы сейчас против Нарутаста сразимся. Тихо-тихо. Это можно было технику сменить, да? Не. Дэймон Винд. Скай Рокет. Какой-то. Боди Трэп. Так, давай Наруто. Наруто или не Наруто? Не, давайте Рукли, по-моему. По-моему, в аниме не сражались Саски и Рукли на экзамене каком-то. Если я не ошибаюсь. Давайте на этой же локации сразимся. Вполне было очень круто. Я не знаю, я в шоке. В пробуждении может сделать техники. Дайте мне разобраться. Ну хорошо, покажи нам, что вы сильнейший ниндзя. Классно, вот начало такое. Если вы знаете еще какие-то функции в шторме первым, которые я мог не обратить внимание, пишите в комментариях потом обязательно, если вы играли. Но, честно говоря, мне уже эта игра нравится. Хотя, когда я покупал первый и второй шторм, я думал, что первый мне вообще никак не понравится. Больше на второй буду рассчитывать. Попробуем дзюцу сделать. Ух ты, он так... Он так появился за спиной. О, попали. Почти, по-моему, максимальный урон. Чидори. Ну, честно говоря, я с надеждой, что... Здесь тоже в пробуждении будет техника, поэтому давайте позволим нашему Рокли побить нас. Оооо! Мы на стене оказались. Капец. И что, на стене будешь сражаться? Серьезно? А как с нее слезть? А, вот мы и слезли со стены. Ой, что-то я переборщил. Рокли почти мертвый. Рокли, давай бей меня. Даже лежа умудрился меня побить. Что это за зажатие кнопки А? Зажал, и что-то получилось. О, наше время. Рокли, ты издеваешься? Восемь врат, режим. Ну, давай, сразимся. Посмотрим, к чему пробуждение лучше. Щи-май, щи-о-зэ, понял? Капец. О, мля, круто. Я не могу. Это просто эпик. Все, Рокли, прощай. Умри. Со звуком тысячи птиц. Это сила, которая мне нужна. Блин, классно. Они еще потом разговаривают в конце. Ну, думаю, в принципе, сыграли два раза. Давайте перейдем в ультимейт-мишн-мод. Посмотрим, что там, в принципе. Точнее, я как бы уже играл. Я покажу вам, что здесь можно бегать по Канохе. А здесь у нас целая вот Каноха получается, целая деревня. Мы можем бегать. Что это? Вот. Мы даже Кунай можем... Ой, сюрикены можем метать. В принципе, это прикольно. Вот, я не знаю. Сделали очень классно. И, грубо говоря, как я это говорю, называю GTA Наруто. В принципе, очень прикольно. Также, что мы можем делать? Мы можем прыгать. Ну, да. Пытаться, по крайней мере, прыгать. О, вот, видали? Мы можем по всяким этим канатам ползать. Спин. Крутимся. Ух ты. Блин, я думал, на следующую штуку прыгнем. Вот мы можем носиться по Канохе, короче говоря. Всякие задания можно выполнять из меню. В меню у нас, получается, вот, список заданий. По-моему, вот это задание основного сюжета. Дальше уже идут побочные миссии разные. Но, чтобы получить доступ к какой-нибудь сюжетной миссии, нам надо пройти, допустим, определенное задание и получить какие-то очки. За эти очки мы получаем доступ к новым миссиям. Я задумался, потому что, вот, зачитал что-то там, Mission Total 5 миссий, всего лишь выполненные из 100. Капец, 100 миссий. Это же повеситься можно. И опыт по миссиям, вообще, 0 из 99. В общем так, народ, эта игра просто офигенная, мне она нравится. В дальнейшем я жду русского языка, все-таки, надеюсь, на русские субтитры. И потом, если вы захотите, я буду снимать, конечно же, прохождение. Как минимум, основного сюжета я буду снимать его. Побочные задания не знаю, но если будут разные виды заданий интересные, я, конечно же, выложу их. Видосы, посмотрим, что там будет интересного. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Пишите комментарии, какой ваш любимый персонаж, чем вам нравится Шторм 1. И всякие интересные бои и фишки, которые я не видел. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok